Добрый день! Вы наверняка слышали о важности вашего питания и как это питание влияет на ваше самочувствие, продолжительность жизни и здоровье в целом. И сегодня мы поговорим о том, какие же продукты стоит включить в ваш рацион, чтобы повысить вашу силу, выносливость, обучаемость, общее здоровье и нормализовать артериальное давление. Меня зовут Алексей Листашенков, правильный нутрициолог, практикующий нутрициолог. Также я являюсь преподавателем в Международной Академии Нутрициологии и в проекте Московское Долголетие. Досмотрите этот ролик до конца, чтобы узнать, на какие продукты стоит обратить внимание, особенно если вам более 40 лет. Начнем с таких макронутриентов, о которых вы наверняка слышали, белки, жиры, углеводы. Я всегда говорю о том, что в каждом приеме пищи нужно следить, чтобы они были. Откуда проще всего взять белки? Вообще-то особый привет всем вегетарианцам и веганам, я за животные белки. Морепродукты, мясо, рыба, яйца. Еще одна категория макронутриентов это жиры. Я все-таки рекомендую сосредоточиться больше на растительных жирах. Это различные растительные масла. Кстати, прекрасная ягода, авокадо. Это правильные жиры. Чуть-чуть добавляйте всегда сливочного масла. Почему жиры так важны? Потому что вообще-то из них делаются наши с вами половые гормоны. Углеводы. Все сейчас напуганы о том, что нужно убирать сладкое, что нужно есть меньше углеводов. Так вот, имейте в виду, низкоуглеводное питание повышает уровень вашего стресса. Как вести себя с углеводами? Наша с вами задача уменьшить скорость их усвоения. Это значит, что нам нужны наименее обработанные углеводы. Берите обычные банальные крупы. Из овощей. Без них никуда. Зелень, редис, салаты. Между прочим, салаты лучше всего воспринимаются нашим кишечником. И я их оставляю в питании, даже когда у человека есть колиты, энтериты и другие воспалительные процессы в ЖКТ. И между прочим, редис является калийсодержащим овощем, который позволяет снизить давление. Внимание, гипертоники. Это для вас. Как же можно обойтись без ягод и фруктов? Я вам рекомендую вспомнить такой показатель, как гликемический индекс. По сути, это скорость усвоения. Так вот, чем меньше гликемический индекс у ваших ягод и фруктов, тем лучше. Мы опять закрываем тот же вопрос. Мы уменьшаем скорость усвоения углеводов. А ягоды и фрукты не что иное, как углеводы. Тем не менее, на фоне различных мифов и правды про правильное питание, я всегда сталкиваюсь с дефицитами в вашем организме. Я вам всегда говорю о том, что наш организм это химический комбинат, в который мы должны поставлять правильное сырье. Так вот, на фоне дефицитов очень много процессов в нашем организме просто начинает сбоить и начинаются проблемы со здоровьем. А потом это за собой цепляет целые каскады нарушений. Приходите к врачу, пытаетесь лечить диагноз, то есть последствия, а про дефициты все забыли. Кстати, для того, чтобы понять, как определить дефициты в вашем организме, вы можете посмотреть наш ролик о чекапе здоровья вашего организма. Для восстановления самых критичных дефицитов в нашем организме, я вам рекомендую использовать БАДы компании «Русские корни». Начнем, пожалуй, с самого любимого моего витамина, это витамин D3. Здесь очень хорошая дозировка 5000 единиц. Имейте в виду рекомендованные классической медициной дозировки, их чаще всего просто недостаточно для того, чтобы компенсировать витамин D. Еще один распространенный миф про витамин D, это то, что он вырабатывается на солнце. Нет, он безусловно вырабатывается, но только чаще всего недостаточно. Человек с дефицитом по витамину D не сможет компенсировать этот дефицит, просто находясь на солнце, поэтому всегда рекомендую добавлять. И еще один секрет про витамин D. Больше всего витамина D у нас вырабатывается в печени и делается он из холестерина. Но если его не хватает, то придется его добавить. Еще один замечательный препарат это магний в форме цитрата. Я его рекомендую при сниженной кислотности в желудке. Давайте вспомним о том, что мы с вами состоим из магния. Больше того, кстати, принимая витамин D, вы, скорее всего, будете тратить чуть больше магния на его усвоение, поэтому эту парочку я рекомендую применять вместе. Магний помогает сбалансировать вашу нервную систему и нормализовать давление. Единственный минус при приеме антигипертензивных препаратов и магния, если ваше давление упало, придется снизить дозировки антигипертензивных препаратов. Еще один очень важный элемент, буквально клеточный элемент нашего организма, это омега-3. Омега-3 способствует небольшому разжужению крови. Это значит, что происходит облегчение кровотока. Отдельно для тех, у кого проблемы с суставами, прием омега-3 позволяет облегчить воспаление в суставах и улучшить их усвоение. Ну, разумеется, на фоне общей терапии. Еще один базовый и один из самых критичных комплексов, это комплекс витаминов группы В. В данном комплексе замечательные дозировки, буквально двух-трех кратного превышения рекомендованы дозировки Минздрава, и это способствует лучшему их усвоению, а самое главное, формы витаминов группы В самые подходящие. Если вы активно занимаетесь спортом, тем более витамины группы В это ваша история. И самый частый вопрос, можно ли принимать Б-комплекс беременным? И я всегда говорю, нужно, потому что витамины группы В нужны не только вам, но и ребенку, который растет внутри вас. Напоминаю вам, что все эти препараты вы можете приобрести в компании «Русские корни». Ссылки на каждый из этих препаратов будут в описании под роликом. Надеюсь, мне удалось вас убедить в необходимости подбора правильного питания и закрытии классических, и даже, я бы сказал, критических дефицитов. Подписывайтесь на канал, с вами был Алексей Листашенков, правильный нутрициолог. Как всегда, я вам напоминаю, что ответственность за ваше здоровье лежит в ваших руках. Никому ее не отдавайте, и как всегда, будьте здоровы!